Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Довольно частое последнее время ситуация, что на мобильный телефон звонят с неизвестного номера. Не так ли? Обычно с предоставлением банковских услуг, также страховые компании пренебрегают этим. А ещё бывает, что звонят с московского номера с кодом 495 и просто молчат или при ответе сбрасывают трубку. Это так называемые прозвоны и звонят с таких номеров обычно боты для того, чтобы собрать телефонную базу действующих номеров для дальнейшей работы с ними. Так вот, в этом видео я расскажу, как пробить практически любой действующий номер, узнать, кто с него звонил и как избавиться от этих назойливых звонков вообще и жить спокойно. Я думаю, такая информация для вас будет актуальна. Я прошарил интернет и собрал все возможные способы в этом видео. Не переключайтесь, будет интересно, а самое главное – полезно. Погнали! Ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется «Необычная с Алиэкспресс». Там каждый час я выкладываю самые необычные товары с сайта Алиэкспресс по лучшей цене у проверенного продавца. Естественно, с ссылкой на покупку. А также все видео с канала «Атом Асем» дублируются в этой группе. Либо ищите в поиске ВКонтакте «Необычная с Алиэкспресс», либо проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Буду рад вас всех там видеть. Самый простой способ определить, кто звонил с незнакомого номера – пробить его через поисковики. На такую проверку уйдет буквально минута, проверка будет бесплатная, и зачастую получится узнать, к какой организации или компании относится номер. Для примера возьмем номер, который буквально несколько дней назад пытался мне дозвониться. Его попытки оказались тщетными, и сейчас узнаем, кто это был. Кстати, этот номер и натолкнул меня на создание этого видео. Так что можно сказать ему за это огромное спасибо. Заходим в любой браузер, можем использовать телефон, можете использовать компьютер, на чем вам удобнее это делать. И в поисковике вбиваем номер телефона. У Яндекса есть отличный сервис, определитель номеров, поэтому я воспользуюсь Яндексом. Номер телефона вписали, нажимаем «Поиск». Ну и вот уже на первой странице нам уже дают информацию. Номер, возможно, принадлежит злоумышленникам. Также, если немножко пролистнуть, посмотреть, что пишут про этот номер в следующих результатах поиска, то можем узнать, что репутация номера отрицательная. То есть вот таким вот простым способом, бесплатно, через поисковик, мы собрали уже необходимую, хотя бы для того, чтобы прояснить ситуацию, информацию. Ну и не перезванивать на этот номер. Но есть более эффективные способы определения незнакомых номеров. В интернете есть несколько бесплатных сайтов, сервисов, которые дают обширную информацию о номере телефона. К примеру, сайт «Кто звонит РФ». Также его можно найти в поиске. Вот он первый в поиске выпал. Заходим на него. На этом сайте собираются номера и отзывы к ним. Отзывы оставляют обычные люди, такие же, как мы с вами. Они часто делятся подробными комментариями о номерах. Например, предупреждают о мошенниках, коллекторах или продавцах. Вот, к примеру, номер телефона и под ним сообщение пользователя. Мошенники. Якобы служба безопасности Сберы. Якобы с карты переводят 3000 рублей на Тинькофф. Предлагают заблокировать. Дальше слушать не стал. Ну вот еще номер и комментарий пользователя. Автоматический голос. Говорят, что выиграл 100500 денег от какого-то казино. Вот такого вот рода информация. И вот сюда, в это поле, вначале, можно ввести номер телефона, который вас интересует. Узнать о нем более обширную информацию и, возможно, почитать комментарии, если оставили их пользователи. Вводим сюда номер, который мы изначально взяли за образец. И посмотрим, какие дела обстоят с ним. Ввели номер, нажимаем поиск. И видим сразу моментально, бесплатно полную информацию номера. Страна Россия, регион Москва, оператор Zebra Telecom. Тип номера Landline, это значит мобильный проводной. И номер не переносился. И к номеру у нас есть даже 4 комментария. Обратите внимание, мошенники от имени ВТБ. Еще один комментарий. Мошенники прикрываются банком ВТБ. Также комментарий аналогичный. И четвертый комментарий также аналогичен. То есть информация, которую мы нашли ранее, подтвердилась. Номер принадлежит мошеннику. Но с распознаванием номеров мошенников или банков разобрались. Сделать это при помощи поисковиков и специальных сервисов, как видите, просто. Но что если номера нет ни в каких базах данных. И выглядит он как номер обычного человека. Для того, чтобы узнать информацию о звонившем, можем поискать этот номер в WhatsApp или Viber. Это самые популярные мессенджеры в России и СНГ. И вероятнее всего там есть этот номер. Причем пользователи мессенджеров не задумываются, что эти сервисы свободно предоставляют информацию о пользователе. Добавляем интересующий нас номер телефона в записную книгу. Далее просто переходим в WhatsApp. И в номерах WhatsApp выбираем интересующий нас номер. И вот мы уже видим и имя, и даже фото. Поэтому прежде чем заполнять информацию о себе в различные сервисы, задумайтесь. Злоумышленники могут воспользоваться и этой информацией. Ну а по фотографии можно воспользоваться, например, Яндекс.Картинками. Сделаем скриншот. Делаем обрезку, чтобы осталось только фотографии. Все, у меня получился не скриншот, а прям чисто фотография. Теперь заходим в Яндекс. Набираем тут в поиске картинки. И заходим в параметр Яндекс.Картинки. Вот тут в полной версии сайта Яндекс, в разделе Яндекс.Картинки, можно сделать поиск по картинке. Нажимаем вот на этот значок с автопаратом. Видите, написано «Введите адрес картинки или выберите файл». Выбираем файл. Вот она, картинка из WhatsApp. И нам находят похожие картинки. Среди этих похожих картинок мы можем найти человека. Вот его же фотография, немного иная, но это тот же самый человек. Также Яндекс выдает нам информацию, откуда была загружена эта фотография. Сайт знакомств, Рязань, имя, 30 лет, ищет девушку. То есть ваш номер телефона, фотография в WhatsApp или Viber. Таким простым способом может вывести злоумышленника на страницу в социальной сети, где еще больше информации о вас. Если же номер телефона не дал никакой информации в мессенджерах, можно воспользоваться Сбербанк Онлайн. Проверка номера через Сбербанк Онлайн позволит узнать имя, ну и отчество человека, которому принадлежит неизвестный номер. Я Сбером не пользуюсь, поэтому показать не смогу. Но каждый второй использует Сбербанк Онлайн и знает, что если начать процедуру перевода по номеру телефона, после набора номера и выбора суммы перевода, нажатия кнопки «Продолжить», вы перейдете в меню «Подтверждение оплаты», где и будут указаны имя и отчество получателя. Вот так вот Сбербанк разбрасывается информацией о своих клиентах. Также, ребят, чтобы не заниматься всем вышеизложенным и сразу понять, снимать трубку или нет, вы можете установить специальное приложение на телефон. Приложений такого рода полно, но я буду использовать определитель номеров от Яндекс. Приложение полностью бесплатное, содержит огромную базу номеров и установить его можно на Android или на iPhone. Для того, чтобы воспользоваться Яндекс определителем номеров, нам нужно просто установить Яндекс.Поиск. В настройках Яндекс.Поиска выбираем определитель номера и просто нажимаем кнопку «Включить». Короче, Яндекс содержит огромную базу номеров и умеет вот этой вот программой выдавать полезные предупреждения о мошенниках и рекламе. Для оценки незнакомого номера они используют базу справочника, отзывы пользователей приложения и вспомогательные сведения. Механизмы приложения оценивают частоту звонков с номеров, продолжительность разговоров, ну и другие какие-то параметры. И это позволяет приложению выдавать максимально точные рекомендации даже по незнакомым номерам, которых нет в базе. Также бывает, что некоторые мошенники начинают звонить со скрытого номера телефона. В этом случае мы также можем пробить их номер. Первый звонок просто сбрасываем и выключаем телефон. К примеру, включаем режим полета. Ну, где-то минут на пять, потом включаем телефон или отключаем режим полета. После этого вам придет смс о том, что вам звонил такой-то номер. Ну и далее по вышеизложенной схеме узнаем, кто звонил. Если вы принципиально не отвечаете на звонки со скрытых номеров, то можно сделать так, чтобы и никто не звонил вообще. Вот у меня телефон Xiaomi, отличный бюджетный аппарат Redmi 7. Я ссылки на покупку самых популярных смартфонов Xiaomi оставлю в описании под этим видео по самой низкой цене. Кто хочет сменить телефон, проходите, приценивайтесь. В общем, в смартфонах Xiaomi по умолчанию в настройках можно включить антиспам. Штука очень полезная. Заходим в настройки. В поиске настроек вводим антиспам. Вот он уже нашелся. И заходим сюда. Вот тумблер. У меня антиспам включен. В настройках антиспама все делайте на свой вкус. После чего вы не будете получать звонки с номеров, которых нет в вашей телефонной книге. Ни звонки, ни смс с левых номеров приходить не будут. Вот такие способы, ребят. Я в описании для вас оставлю интересные ссылки. Пройдите там, посмотрите. Не забудьте подписаться на канал, чтобы поддержать меня. Ну и чтобы не пропустить новые видео, разумеется. Ну и поделитесь этим видео с друзьями. Я думаю, информация полезна для всех. Всех прежде всего призываю оставаться людьми, беречь себя и своих близких. Ну и счастливо прозябать.